С вами Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу об Optimizely. Это плагин для сайта на WordPress, который позволит быстро проводить АБ-тестирование заголовков и разделов вашего сайта. Но сначала давайте вспомним, что такое АБ-тестирование или как это еще называют сплит-тестирование. Итак, это метод исследования для повышения эффективности вашего сайта. Например, как выбрать такой заголовок на вашем сайте, чтобы больше пользователей перешли по ссылке и прочитали материал, или как выбрать название страницы с пожертвованиями на вашем сайте, чтобы туда заходило больше пользователей. Такой выбор можно сделать как раз с помощью АБ-тестирования, когда сравнивается несколько вариантов, а обычно два, чтобы понять, какой из них лучше помогает достичь поставленной цели. Сравнивать на сайте можно что угодно – цветовую схему, элементы интерфейса, расположение блоков на странице сайта, заголовки и название разделов меню. Сегодня мы как раз поговорим о заголовках. Сравнение происходит за счет разделения аудитории сайта на две или более групп, каждый из которых показывается разным вариантом. В итоге по статистике сайта можно узнать, какой вариант стал эффективнее. Существует множество инструментов для проведения АБ-тестирования, и Optimizer – это один из простых способов провести его на вашем сайте. А для того, чтобы этот процесс был еще проще, тестирование можно проводить не на внешнем сервисе, а с помощью плагина внутри своего сайта на WordPress. Это намного быстрее и проще. Чтобы показать, как это работает, я воспользуюсь сайтом, который мы создали для нашего онлайн-курса. Это сайт для вымышленной организации Человека-кошка. Чтобы установить плагин, переходим в раздел «Плагины», «Добавить новые» в консоль вашего сайта. В поле поиска вводим название плагина, теперь его нужно установить и активировать. После активации в меню появится новый пункт «Оптимайзели». Чтобы настроить плагин, нужно создать свой аккаунт «Оптимайзели», если у вас его еще нет. Переходим на сайт «Оптимайзели» и создаем новый аккаунт. После регистрации становится доступным создать новый веб-проект, iOS-проект или Android-проект. Убираем веб-проект, так как мы будем тестировать заголовки материалов на нашем сайте. Вводим ссылку сайта и нажимаем «Create Project». Возвращаемся в настройки плагина. Здесь требуется вписать аккаунт токен. Его можно сгенерировать по ссылке, нажав там «Generate». Копируем этот ключ и вставляем в поле «APToken». Теперь в настройках плагина будет выбран именно этот проект и он подключен к тестированию. Нужно прописать ссылку на пост, где будет проходить тестирование и поставить режим «Simple». Выбираем «Immediate» для более простого способа проведения теста, а также указываем максимальное число вариантов теста, я указал 2. После того, как все настройки сделаны, теперь можно перейти в раздел «Записи» и создать новый пост, в котором я хочу протестировать заголовки. Добавляем контент и публикуем пост. В новом блоке нужно вписать два варианта заголовков. Первый – «Flip – код, который умеет делать сальто», и второй – «Code Flip – твой личный фитнес-инструктор». Обязательно нужно проверить, что сам пост уже опубликован. И помните, мы когда в настройках прописывали ссылку, именно эта ссылка была указана на этот пост. Нажимаю «Create Experiment» и «Start», если я хочу, чтобы тестирование началось сейчас. Теперь посетители сайта будут видеть этот пост с разными заголовками, часть людей с первым, а другая часть со вторым. Чтобы увидеть результаты тестирования, перехожу в оптимайзеры. Спустя время по итогам А-Б тестирования, более эффективным стал заголовок номер два – «Code Flip – твой личный фитнес-инструктор». Обычно тестирование проводится несколько дней или недели, чтобы можно было собрать достаточно данных о том, с каким заголовком материал набрал больше читателей. И в будущем можно использовать стиль успешного заголовка для будущих материалов вашего сайта, чтобы привлечь больше посетителей. Субтитры создавал DimaTorzok